Всем привет! С вами Дарья Миронова. Приветик! Это Даша. А это Дарья Алексеева, с которой мы сейчас будем снимать битвы Дисней. Всем огромное спасибо, кто написал тексты песен. Я вам очень благодарна. И право прочитать первую песню я предоставляю Дашке. Спасибо! Каждый пустяк тайну хранит, манит к себе, как волшебный магнит. Разве не правда, что здесь скрывается целый мир? Вот он мой клад, вот мой секрет. Ты посмотри, здесь чего только нет. Кажется, принадлежит. Ну да, только в ней весь мир. Сколько есть безделушек на свете, все они во владенье моем. Хочешь, ты... Хочешь, те забирай. Хочешь, те забирай. Хочешь, эти. Только я все мечтаю в мечтах о другом. Я так хочу убежать туда, где солнце свет, где танцуют люди. К счастью, спеша со всех. Как говорят они, а, ног. Мне так скучна, так тесна вода. Вся моя жизнь лишь в мечтах о чуде. Вдруг я пройду вдоль их... Как это слово? Дорог. Так, ну давай дальше не будем, а то у нас слишком видно. Насколько вы заметили, мы не поем, а просто читаем. Мы не хотим позориться. Да, и это тоже. Ну, как, Дашка, ты догадалась? Конечно. Это... Русалочка! Ну, название песни я не знаю. Да, кто скажет название песни, тому еще плюс полбала. Меня можно не спрашивать, если не знает Даша. Я-то сто процентов не знаю. Ну что ж, каждый из нас можно присудить по одному баллу. Следующая песня, ее читаю я. Столько дней у окна сидела, Столько лет мучилась, ждала. И жила, я жила, и не замечала, Как была слепа. Рядом с ним звезды так сияют, Рядом с ним спала пелена. Как во сне открылось мне, Что здесь моя судьба. Лишь сейчас я вижу свет, Словно ночь вдруг отступила. Лишь сейчас я вижу свет, Купол неба голубой. Он подскажет мне ответ, Сердце вдруг стрела пронзила. Все вокруг вмиг переменилось, Я теперь с тобой. Столько дней, плывая, как в тумане, Столько лет грезил наяву. Как я жил, сам не замечая, Что во тьме тону. Рядом с ней звезды так сияют, Рядом с ней этот мир расцвел. Как во сне открылось мне, Что я свбу нашел. Лишь сейчас я вижу свет, Словно ночь вдруг отступила. Ну и так далее. Там опять этот куплет повторяется. Дашк. Три, четыре. Рапунцель! Опять же, по одному баллу Присуждается каждый из нас. Песни я не помню, Но я точно знаю, Что ее пели Рапунцель и Юджин. Нет, но иногда я люблю Закрыть глаза И мечтать о том, Что будет, когда придет лето. Шмень жужжит, А дуванчиков пух куда-то летит, И я с нежной походкой Ступаю в лето. Бокал в руке, Грею бока на горячем песке, Подарит шикарный закат Мне жаркое лето. Это лето, холодное сердце! Песня Олафа. Но так как Дашка первая сказала, Поэтому ей присуждается полтора балла. Следующую песню читаю я. Сегодня распахнуто окно, Не помню такого я давно. Большой сервиз достали для гостей. Блестит начищенный паркет, Люстры кустальные дарят свет. Открывай ворота поскорей. Это холодное сердце. Это песня впервые, Извините, я отошла. Поет Анна. Ну и еще Эльза. Ну, большая часть Анна. Поет Эльза. Так. Дашке присуждается... Один. Пол... Нет. Ей присуждается полтора балла, и мне, соответственно, тоже полтора балла. Так как я уверена, что она точно знала, что это холодное сердце. Раз она даже смогла сказать, кто это поет. Ну, вообще, холодное сердце, наверное, смотрели все. Поэтому это была довольно легкая песня. Кое-что скажет насчет этого. Она мне так сказала. Я-то не знаю, что. Итак, следующее. Я устала от дверей и замков на пути, но удача вдруг свела с тобой. Я думала о том же, потому что с юных лет мечтала и свое место найти. Я примеряла на себя маски, как шут цирковой, но с тобой, но со мной. Это... Холодное сердце. Это моя любовь. Да, я забыла звание песни. Билан, 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 Билан. Мне один балл, а Дашке полтора. Билан, 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 Билан. Дашка, мне кажется, что это... Билан, Билан. Ну, ладно, читай следующую песню. Метель укроет склоны горных вершин, и белым-бела земля. Безмолвное королевство, королевой стала я. Да, я опять не пою. Дождь вообще не умеет. А ветер стонет, и на сердце ураган. Мне бы его держать, но я не могла. Это... Холодное сердце. Let's go. Отпусти, забудь. Я забыла на русском. Так, это пенсия на Энзе, когда она идет... Дашка забыла на русском, поэтому ей один балл, а мне полтора. Так, следующая песня. Убегала, не хотела спорить, проверяла, чего я оставила. Кому-то обидно, а мне все равно. Я лечу вперед, прощая все, что не со мной. Когда мне небо дарит тепло, тоска улетает прочь. Есть море, солнце, песок и нежный голос твой. А небо дарит тепло. Мне сложно слова найти, когда дышать так легко. Я не уверена, но по-моему, это вообще не из Диснея. Если Даша не знает, я тут точно не знаю. Да, поэтому здесь никому не присуждается ни одного балла, потому что мы вообще не в курсе. Следующая песня. Ой, 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 ой. Что не так, милая? Почему ты сторонишься такого парня? Он неуклюжий, может быть, не умеет говорить. И дело в странной форме его ног. Хоть исправно чистит уши в целом, он весьма удушлив. Но добрее и лучше парня отыскать никто б не смог. Холодное сердце неполадки. Да, и я пропела, потому что я уже не утешалась. Мне просто нравится эта песня. Это если, по-моему, очень можно пропеть легко. Да. Так. Мя. Она здесь очень длинная, поэтому Дашка долго-долго перематывает. Ой. И это... Я уже поняла, какой это мультик. Но это с моего любимого мультсериала. Ну, я не знаю, откуда. Хочу вам рассказать историю одну. О Финисеферде и пляже на заднем двору. Утром, проснувшись, Финис спросит друзей. Чем же сегодня займём? Тьфу, займёмся ускорей. Под солнышком будем друзья веселиться. Перезвиться вот с этим ничто не может сравниться. Любимый пляж, любимый пляж. На радость в дворе. На заднем дворе. Попытается язык. Можно забраться в кижину и пить сок из кокоса. Все развлечения тебя ждут. Вот наилучший парашют. Попробуй всё это. Третьим летом. Любимый пляж, любимый пляж. На заднем дворе, на любимом дворе. Ну, судя по тому, что там есть именно Финисфер, это, скорее всего, и есть Финисфер. Да, да, да. Но мы не знаем, откуда, так как... Да, из Яла это или из мультика. Ну, а если это из мультика, то... Я не знаю номер серии, но это серия, где они либо построили пляж, либо Водные горки. Хотя нет. Да, потому что Дашка очень любит смотреть Финисфер. А я их смотрю не очень часто. Но я думаю, что можно присутствовать по полбала каждый, потому что мы догадались, что это Финисфер, но как бы не совсем полностью угадали. Итак, следующая песня. Младший братик, помни, принесли тебя домой. И очень кстати, скоро прибыл брат другой. Пусть вы все могли сломать. Я к вам так привыкла, мои братья, вы же младшие. Вы мальчишки, что с вас взять? Даже если шум ваш мог мешать. Я к вам так привыкла, мои братья, вы же младшие. Вы мальчишки, что с вас взять? Мои братья. Это... Я... Даша, давай ты первая. Я вообще не в курсе, что это за песня. Это может быть Храброе сердце, но там же она терпеть не может в своих братьях. Так что вряд ли. Нет, я тоже сдаюсь. Да, здесь опять же мы не получаем динамбала, так как мы вообще не в курсе. Сказка о любви. Древняя, как жизнь. Ждали много лет этих перемен. Вот и дождались. Сделан первый шаг. Не узнать их лиц. Бьят в помине нет. И чудовищ нет. Есть прекрасный принц. Ждет нас торжество. Света и добра. И любовь придет. Так же, как зайдет. Солнышко с утра. Сказка о любви. Сладкая, как сон. Этот старый вайс. Он звучит для нас. Как впервые он капает свеча. Как снезавтре с ним. Дрянь и слова не свет. Это песня из мультфильма. Дашка, ты в курсе? Нет. Это красавица и чудовище. Песня девушка и принц. Ой, нет. У нас красавица и чудовище. Да, мне плохо смотрят мультики. Да, красавица и чудовище у нас здесь, к сожалению, нет. Так, может, мы слышим. Секунда здесь, секунда там. Центральный парк, Диленси стрит. По дорогам и мостам. Вот мой привычный ритм. Я всем свой. Этот город мой. Секрет прост. Я вполне нью-йоркский пес. Всегда спокойна, зло судьбе. Пускай я беден. Зато я сам по себе. Всегда спокойна, зло судьбе. Все вы хип-хоп и в дамке. А я сам по себе. Есть ритм у этих улиц. Все дело только в нем. Поймай его, приятель, и станешь королем. Всегда спокойна, зло судьбе. Пускай я беден. Зато я сам по себе. Всегда спокойна, зло судьбе. Все вы хип-хоп и в дамке. А я сам по себе. А какой классный, просто отпад. Куда бы я ни сунулся, везде я на расхват. Всегда спокойна, зло судьбе. Пусть даже в чем-то не прав, зато я сам по себе. Я точно не знаю, но, возможно, этот мультфильм Оливер и компания. Так как, насколько я знаю, этот котенок жил в Нью-Йорке и попал в группу собак. Да, я не смотрела Оливер и компания. Я говорю, я плохо знаю. Я тоже не очень так его хорошо смотрела, но... Ну, точнее, его почти не смотрела, но я видела рекламу и слышала песню. Одну из песен. Нет, не эту. Как же это называется? Одна же Нью-Йорке, по-моему. И это как раз таки из мультфильма Оливер и компания. Меня ты считаешь дикаркой. Столько видел ты на свете, что судишь обо всем. Пускай мы дикари, но ведь что ни говори. Не видишь ты, что мир вокруг твой дом. Он твой дом. Ты думаешь, что ты везде хозяин. Земля твоя и тем лишь хороша. А нам, друзья, и камни, и деревья. Есть у них имя, сердце и душа. Ты равными себе считаешь только те, кто мыслит и выглядит, как ты. Но вдруг ты след увидишь незнакомца и откроешь в нем нежные черты. А слыхал ли ты, как песню волк поет в луне? Пытался ли язык зверей понять? Я даже не буду язык запытаться. Если не ошибаюсь, то это Покахонтас. Да. Но я не уверена, но, скорее всего, это да. Потому что она была дикаркой, а к ним приехали англичане для завоевания. Так. Дашка опять не очень вкусная, поэтому просто подтакивает. И мне еще плюс один балл. Следующая песня. Где мы жили, как мы жили, улыбаясь и печались. Мы сегодня позабыли, потому что встречались навсегда, навсегда, навсегда. Мы не знаем, кто откуда, и забыли, кто мы сами. Только знаем, это чудо. И случилось это с нами, навсегда, навсегда, навсегда. Ночь подходит к середине и поет на счастье птица. Только знаем, нам отныне невозможно разлучиться. Никогда, 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 никогда. Я, честно говоря, не знаю, откуда эта песня. Да, я тоже не очень хороший знаток Диснея, но... Ты не очень хороший знаток Диснея? Ты не очень хороший знаток Диснея? Она просто шутит. Ну, честно говоря, я не знаю, что это за песня. Она мало мультиков из Диснея, по сравнению, со мной не смотрела. Да, я много смотрела. Я вообще... Хотя нет, я много смотрела тоже. Правда, песня. Видит, Боб, парень, ох, неплох. Может, кому надо, так, в пятьсот очков вперед. Видит, где останет гекулес. Тем, кому не страх, не рожь, и пёс пышки не берет. Был незаметный, с виду хилый, меньше известный символ силы. Стал он героем, а был нулём. Теперь он великий, о нём поём. Так, дальше я не буду, там очень много текста. Да, и он написан не как песня, а просто как проза. Да-да-да, это вообще непонятно. Понятно, конечно, что это за песня, что это из Геркулеса. Геркулеса, конечно, потому что он слова. Причём, извините, каждый из нас по одному очку. Вот только кто-то делал и сам. Ну, а, подойдём дальше. Следующая песня. Даша. Да, я немного буду здесь. Где только ты один, и просто быть рядом. Лови случайный твой взгляд. Слышать твой смех. Просто шагнуть, просто к тебе. К небу и солнцу, к светлой судьбе. Был бы тот час счастлив за нас и весь этот мир. Тот же песок, та же вода. Разменилось всё навсегда. Прочь все мечты. Есть только ты в мире моём. Если это вода, я уже сразу понимаю, что это... Русалочка! Ну, название без ней мы не знаем. Ага, конечно. Каждый из нас по одному балу. Ариэль, мы себе отставим. Чуть-чуть назад. Так, дальше. Как обычно, новый рассвет встречаю. Пол подмету, пока он не станет чист. Стирка, уборка. Пусть все вокруг сверкают. Пусть махну. На часах семь, пятнадцать почти. А можно книгу взять. А лучше две или три. Живой узор украсит стены изнутри. Могу играть, писать и печь. Но лучше знать, когда же жизнь я смогу начать. После обеда пазлы и дартс готовка. Попье-маше, шахматы, балет. Лепим горшки и делаем свечи ловко. Может, спорт, может, кисть. Вверх залезть. Залезть в платье щуки. А можно книгу взять. Еще раз прочитать. Раскрасить стены в ногти. Столько комнат брать. И каждый лук. Я уже поняла, что можно расчистать. Ой, ну я еще зря не мечтала. Да-да-да. Когда я здесь начну? Ну прости. Ну просто я уже не выдержала. Мне захотелось спеть. Итак, следующая песня. Солнце яркий луч. Путь найди в Англии. Я прошу верни, что так желанно мне. Это Рапунцель. Эту песню пела Рапунцель, Когда хотела исцелить, Ну или вернуть в молодость. Следующая песня. Знаешь ты сама, зачем мы в башне? Я знаю, но лишь здесь со мной цела ты будешь. Знала я, что этот день настанет. Птенчику на воле веселей, Но нужно ждать, но и понять. Мама умней. Мама умней. Слушай свою маму. Очень страшен пенер людей. Мама умней. Я же брать не стану. Знаю, точно быть в беде. Дикари, бандиты или куст-убийца. Это Рапунцель. Песня «Мама умней». Да-да-да. Мне полтора балла. Дашке один балл, Что она не знала название песни. Так, дальше. Следующая песня. Это уже двадцатая. Хакуна Матата. Золотые слова. Хакуна Матата. Знай свои права. Набить желудок и пуста голова. Закуси слегка и жизнь легка. Хакуна Матата. Это королевка Куна Матата. Поет Типол и Пумба. Кстати, вы смотрели мультик? Ой, мультсериал. Да, что смотрела? Надеюсь, что многие смотрели его. Да, я очень любила его. Мультсериал. Да, мультсериал я тоже очень любила. Кстати, Симба там в некоторых моментах тоже кляхс. Да. Он какой-то, да, был немножко странный. Класс. Так, это была двадцатая песня. Нам осталось еще одиннадцать. Ой. Ну, это совсем, по-моему, легко. За окном уже сугробы. Все, хватит. Это холодное сердце. За окном уже сугробы. Снеговик наш все давно. Но не вижусь я с тобой теперь. Открой же дверь. Мне важно лишь одно. Ведь мы с тобой подружки. Но ты молчишь. Не знаю почему. Ну и так далее. Каждый из нас злоба болтарабала. Мечта прилетает случайно. В час, когда ты спишь. И жизнь с ней не так печальна. Но все же о ней ты молчишь. И дни прилетят, и годы. В небе заблестит звезда. Ага. Мечте я верить буду. А. Извиняюсь. И если только, словно чудо. Мечте я верить буду. Это... Я не знаю. Я не знаю. Что это за песня и вообще-то куда она. Любимая мечта. Сейчас, подожди. Я немного подумаю. Я знаю. Нет, я не знаю. Ну, короче, я подразумеваю, что это храброе сердце. А я вообще не в курсе. Потому что я вообще эту песню не помню. А может это из принцессы Нищенко? Очень смешно. Конечно, нет. Так. Можно я эту песню сама прочитаю? Пожалуйста. Хорошо, читай. Как узор на окне, снова прошлое рядом. Кто-то пел песню мне, зимний вечер когда-то. Словно в прошлом ожило, чьих-то бережных рук тепло. Вальс изысканных гостей и бег лихих коней. Вальс кружил и нес меня, словно в сказку свою маня. Первый балл и первый вальс звучат во мне сейчас. Зеркала в янтаре мой восторг отражают. Кто-то пел на заре, дом родной покидая. Будешь ты в декабре, вновь со мной, дорогая. Подожди, подожди, подожди. Там еще такой мотив. Нет, не то. Нет, не то. Не помню. Ну, я, короче, потом мотив напевала после того, как посмотрела этот мультик очень долго. Три, четыре. Анастасия! Она пела эту песню, когда пришла во дворец. Еще не знала, что она Анастасия. Ее называли Анной. Так. В самый первый момент, когда у них был вал. Еще один раз не помню. И в самом конце, по-моему. Ну, да, каждый из нас присуждается по одному валу. Но Дашке еще... Хотя Дашке можно присуждать полтора балла. Ну, хотя я, наверное, не знала название песни, но хотя бы рассказала, в какие моменты это все было. А я поленилась. Ленилась смотреть! Ну, ладно, я смотрела не полностью этот мультик. Частично. Она посмотрела только начало и конец. Легендарно. Ватсон. Следующая песня. Над стороной ветров холодных луч пронзает небеса. С звонкой горной, речкой гордой я лечу, словно стрела. Дай мне сил птицей стать, небо крыльями обнять. Птицей стать, небо крыльями обнять. В темной чаще тайны бродят, горы с устака глядят, зеркала озер безмолвных, лики давних лет хранят. Ну, дальше читать не буду. Дашка думает. Я не знаю. Вот мне что-то подсказывает, что это Золушка, но это не Золушка. Нет, какая-то Золушка. Это спящая красавица. Точно не спящая красавица. Это... Это почему это не я? У меня такие претензии. Почему это и не я? Потому что... Аврора, иди уже отсюда. Аврора, осторожней. Я говорю, что это храброе сердце. Точно? Да, точно. У меня один балл, Дашкин Оль. Только не гони меня. Только не за дверь. Нет причины расставаться нам теперь. Ведь первый раз за эту вечность смогла я все понять. Первый раз за эту вечность. Так хочу тебя обнять. Можем вору свернуть мы вместе. Строгани из сердца прочь. Ведь первый раз за эту вечность. Я могу помочь. Три-четыре. Холодное сердце. Впервые реприза. Реприза, да? Да. И давай дальше. Мне и Дашке по полтора балла. Мне один балл. Ну, ты, наверное, знала все-таки, как называется эта песня. Ну, ладно. Едем. Но не сказала. Да, но не сказала. Следующая песня. По словам, я уже вижу, что это моя любимая песня. Я ее просто обожаю. Дашка, надеюсь, ты знаешь, какую песню я люблю. Да, да, да. Ты мне столько ее проигрывала в прошлом году. Да. Она у меня уже в ушах звенит. Ну что ж, давайте я спою. Хотя нет, я петь не буду, я просто ее прочитаю. Слушай, я не очень хорошо пою. Как поверить трудно в холода, что растает лед, что зима и снег не навсегда, что весна придет, что первый свет теплого солнца избавит нас от зимних бед. И мы на зло печаля, в новую жизнь с тобой отчали, с первым лучом весны. Да, я все-таки ее пропела. Да. Но это не полная песня, это так, частично, Дашка, надеюсь, ты знаешь. Да, да, да. Это Пэби-2 с первым лучом весны. Пополтора вала каждый из нас. Итак, следующая песня номер 28. Осталось, если я не ошибаюсь, три. Итак, мы решили эту песню не петь, а просто включить. А в чем дело? В чем? А эти двое нет. У них любовь от трио нашего останется дуэт. У них лямур приятный, хоть на спар я пойду. Они в восторге, но романтика Сулит нам всем беду. Дымчатый узнал любовь, и вечер дивно тих. Царя, ты ж мир, покой и нежность во всех сердцах живых. Хочу в любви признаться, но как сказать о ней? Поведать правду так немыслимо, в ней тени прошлых дней. И скрытный он из страны, играет чью-то роль. Ведь сердцем я своим почуяла, он истинный король. Ну и так далее. И это мультфильм «Король лев». А песня «Нынче ты узнала любовь». Это, по-моему, понятно. Да. Вообще «Король лев» — это единственный мультфильм, который я смогу смотреть очень часто, несколько дней подряд, вообще ничего не перематывая, потому что там все моменты очень интересные. Вообще это один из моих любимых диснеевских мультфильмов. Я думаю, что если ты так будешь смотреть, то он уже тебе приестся, и это не будет твоей самой любимой мультфильм. Ну, возможно, но вообще я его уже не смотрела, но я его все равно очень даже люблю. И следующая песня. Я в деревушке тихо и раньше жила, и как это принцессой стать могла, только нужно мне узнать, так с чего начать. Мир этот ждет меня, в замке меня встречает моя семья. В новой школе ждут меня друзья, как будто крылья за спиной у меня. Постойте, это ведь я, принцесса София. Так хочу понять, как я могу принцессу стать. Ну и так далее. Это принцесса София. Это вообще-то мультфильм называется «София прекрасная». Это заставка из мультсериала. Я знаю. Я смотрю его по лесной. Да, что ли? Тоже его смотрела, пересмотрела почти все серии. Да, может быть, он немного детский, но... Я его смотрела, пока болела. Но ждет, потому что... Я его очень люблю. Моя подруга уже сказала, ну не это, потому что я постоянно болею. У тебя даже шарфик здесь. Ну и еще один балдашки, потому что она знает, с какого-то мультика, да и вообще там в тексте было. Следующая песня. Ждет меня огромный мир, Но мне чуточку страшно, Как страх преодолеть, Ведь завтра так пугает. Мои друзья, моя семья, Этот бал я должна танцевать. Ну а я никак не могу забыть, Что до звезд мне совсем не достать. Я не знаю, как быть принцессой, Вернуть бы все назад. Это тоже София Прекрасная. История принцессы. То есть, соответственно, это не сериал, А самый первый мультик. Как бы с чего все начиналось, Как София стала принцессой. И последняя песня. Вот сияющий мир, бесконечно прекрасный, О, принцесса, ведь ты мечтать не смела с давних пор. Птицы в небо взлететь, Но мчит нас за тучи, Самый быстрый и лучший этот сказочный ковер. Волшебный мир, чудес немало встретишь ты. Тут мы с тобой летим, куда хотим. И это наше право, волшебный мир. Я верю, сбудутся мечты. Дивный прекрасный край, он словно рай. Слепит глаза от этой красоты. Да, я уже начала немного петь. И это... Это Алладин! Волшебный мир. Да, я тоже это знала, но Дашка сказала впервые, Поэтому не один вал, а ей полтора. Вообще, я тоже знала название песни. На этом спасибо тебе. А теперь мы переходим к бонусу. То есть, каждый из нас подготовил друг для друга песни. Тоже, соответственно, из Диснея. И мы должны, опять же, угадать название мультфильма и название песни. Ну, если сможем, конечно. Только сейчас будет даваться больше очков. За угадывание мультфильма мы присуждаем пять очков, А за угадывание песни два очка. Ну что ж, Дашка, давай ты первая. И мы начинаем. И мы начинаем. И мы начинаем. Продолжение следует... 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 Это... Это Леди и Бродяга 2. А название песни... Я не знаю. Ну да, я тоже, в принципе, не знала название твоей песни. Ну, и каждый из нас присуждается по 5 очков. И что ж, давайте теперь подсчитаем баллы. Мы сделали этот нелегкий подсчет очков. И у нас получилось, что у Дарьи Алексеевы 28,5 баллов, а у Дарьи Мироновой 34. Ну ладно, Дашка, не расстраивайся. Да ладно. Что ты проиграла? Ну ладно, давай скажем до свидания. Всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Ссылку на канал Дарьи Алексеевы я дам в описании. Ну, мне, наверное, на Дарьи Мироновой не надо делать ссылку. Ну, в описании есть ссылка на мой инстаграм, на моем канале. Всем пока! Всем привет! С вами Дарья Миронова. Эге-гей! С вами Даша! Да, это Дарья Алексеева, моя подруга, с которой, как я уже говорила, я буду снимать битву Дисней. Огромное спасибо всем, кто написал тексты песен. Я вам очень благодарна. Еще раз огромное спасибо. А что это у меня там за коричневое пятно? Где? Буду здесь. Даша! Эге-гей! С вами Дашка. Всем привет! С вами Дарья Миронова. Эге-гей! С вами Даша! Я знаю, что это Даша была первая. Я приволела! Дашка, ты же понимаешь. Да, оставим это. Мы подсчитали очки. Я же только что сделала в видео, ну ты что совсем? Мы наконец сделали подсчет очков. Он был очень нелегкий. Честно. Даша, ты тоже был ляп? Нет. Даша, что-то громко так наорать!